Недавно на семинар Кэмп Кэмп в Ереване собрали юноши и девушек из России, Казахстана, Киргизии, с Украины и из Армении. Устроили для них что-то вроде образовательного лагеря. Общение, совместный креатив, лекции. Прививают демократические ценности новому поколению на деньги организации «Пражский гражданский центр», финансируемый США, для противодействия российскому влиянию. Материалы в конце минувшей недели были показаны в эфире государственного телеканала «Россия-1». Тема стала предметом обсуждения на политических ток-шоу, выходящих в эфире центральных российских телеканалов. Это почему-то не понравилось секретарю парламентской фракции партии «Светлая Армения» Геворку Горгисяну. Он начал возмущаться. Если российские СМИ, а точнее государственные телеканалы, что еще хуже, опубликовали материалы про подготовку боевиков Майдана на территории Армении для их последующего экспорта в Россию, то это свидетельствует о том, что у нас есть серьезные проблемы в армяно-российских отношениях. Если подобного рода вопросы нынешние власти Армении не могут разрешить на уровне правительств или специальных дипломатических средств, и это все получает выход в прессу, то становится очевидным тот факт, что армяно-российские отношения переживают не лучшие времена, несмотря на заявление, что у нас все хорошо, радужно и вообще превосходно. «Есть серьезное упущение. Армения является той страной, где Россия имеет свою военную базу, и при этом не платит за это ни копейки», — подчеркнул представитель партии. Хочется заметить этому депутату армянину. Армения под прикрытием каких-то фейковых кредитов, получает военную технику из России просто по чисто символическим ценам. Про это он почему-то забыл. По мнению депутата от Светлой Армении, руководство республики имеет право требовать адекватного и равноценного отношения к себе в качестве дружественного стратегического партнера. Ну а если мы не являемся стратегическим партнером России, то чем раньше зафиксируем этот факт и начнем действовать исходя из этого, тем, на мой взгляд, лучше. Если мы и все же стратегические партнеры, то я думаю такой провокационный стиль не делает никому чести, — сказал Геворг Горгисян, назвав реакцию Москвы на всплывшую информацию излишне острой. Этот армянин прекрасно знает, что российские СМИ оккупированы армянами и он не ожидал, что хоть на один российский канал данная информация просочится. По его мнению, про семинар в Армении, где учили митинговать и свергать власть, российские СМИ должны помалкивать. На примере Франции, где вожаком желтых жилетов является армянин, можно увидеть, к чему вот такие семинары, устроенные на деньги Америки, могут привести.